Добрый вечер! Вы смотрите новости на телеканале Катунь24. Меня зовут Антон Скаль. В начале коротко о главных темах этого выпуска. Новые подробности громкого дела. Правоохранительные органы разыскали мать, которая выбросила своего новорожденного ребенка в мусорку. Там знают, как увеличить объем производства и повысить качество продукции. История предприятия шагнула далеко вперед и вышла на мировой рынок. Парнаульская кошка претендует на звание главного кутика страны. На первом канале показали сюжет про алтайскую Люсю. Все подробности в выпуске. Почти 30 миллиардов рублей. Столько налоговых доходов поступило с начала года в бюджет алтайского края. Это почти на 3% больше, чем за тот же период 2016-го. Сегодня работу региональной налоговой службы края обсудили новый руководитель управления и губернатор Александр Карлин. Один из вопросов – рост доходов благодаря развитию в крае промышленности и сельского хозяйства. Рост налоговой базы и промпроизводства и выпуска продукции сельского хозяйства отмечаются и по нашим показателям по поступлению налогов. Рост индекса промышленности в Алтайском крае примерно на 3,5% превышает индекс промпроизводства по стране в целом. Сельское хозяйство характеризуется устойчивой динамикой. В своем разе есть все основания считать, что мы около 5 миллионов тонн зерна соберем в Алтайском крае в этом году. Юрий Куриленко – новый руководитель региональной налоговой службы. По его словам, одна из первоочередных задач – это работа с задолженностью в бюджетных организациях. Сегодня она составляет почти полмиллиарда рублей. Этот вопрос представители региональной налоговой службы стараются урегулировать совместно с Минфином и главами муниципалитетов. Как увеличить объем производства, повысить качество продукции? На эти вопросы знают ответ на одном из ведущих предприятий края – Агроцентр. Там производят почвообрабатывающую и кормозаготовительную погрузочную технику. Только в прошлом году объем продаж составил более 600 миллионов рублей. Подробнее Дмитрий Бутков. Таких пассивных комплексов в хозяйствах Алтайского края работает около 150. Это чудо сельскохозяйственной техники – разработка одного из ведущих предприятий края – компания Агроцентр. Она выпускает более 60 моделей сельхозтехники – культиваторы, бороны, зерноочистительные комплексы. Чтобы получить максимально производительную технику, ее необходимо модернизировать и совершенствовать. Без субсидирования и господдержки таких успехов трудно было бы достичь. На средства гранта губернатора конструкторы разработали турбодисковый культиватор. Алтайское предприятие стало первым в России, где шагнули так далеко вперед. Еще пять лет назад использовались сейлки маленькие. На сегодня основа парка – это кировцы, очень мощные кировцы, которые собираются, в том числе у нас на Алтайском крае. И при увеличении мощности тракторов, естественно, что нужны уже другие пассивные орудия. Мощную сельскохозяйственную технику и детали изготавливают на этих новых станках. Их также приобрели по программам субсидирования. На покупку оборудования в 2016-м предприятие затратило около 50 миллионов рублей. В этом – 20. Расходы прошлого года – почти 12 миллионов рублей – предприятию компенсировали за счет региональной программы. Это производство автоматизировано, а получить нужную деталь за короткое время можно с помощью лазерной резки. Она существенно упрощает процесс изготовления некоторых видов деталей. Гибко, современная, позволяет получить необходимые конфигурации нужных, сложных, достаточно деталей. Позволяет нам изготавливать их с определенной, так сказать, легкостью. Потому что старое оборудование не позволяло этого делать. Только за один год на новом оборудовании разработали и модифицировали зерноочистительную технику и пассивные комплексы. Этим плюсы модернизации не ограничиваются. Новое высокотехнологичное оборудование позволяет увеличивать объемы производства в несколько раз. Более того, человеческий фактор на производстве практически исключен, а погрешности минимизированы. Но с приобретением нового оборудования появляются и новые рабочие места. Сельскохозяйственная техника агроцентра реализуется и за пределами края. 40% продукции экспортируются в другие регионы России. Предприятие выходит и на рынки ближнего зарубежья – Казахстана и Монголии. Дмитрий Бутков, Антон Червяков. Новости. И к другим темам. В Бийске задержали женщину, которую подозревают в убийстве своего новорожденного ребенка. Ее оказалась 28-летняя жительница Наукограда. В настоящее время с подозреваемым проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и мотива совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается. Напомню, утром 5 октября в Бийске было обнаружено тело мертвого ребенка. Новорожденный находился в пакете, который был подвешен сбоку к мусорному баку. Против 28-летней бийчанки возбудили уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка». Продолжаем выпуск. За последние полгода на железнодорожных переездах Алтайского края произошло 30 ДТП, в которых погибло 13 человек. Эти аварии допущены по вине автомобилистов. Чтобы напомнить участникам движения о мерах предосторожности, в Алтайском крае объявлен месячник, посвященный безопасности движения на ЖД-переездах. Дорога – опасное место как для автомобилистов, так и пешеходов. Но зоной, наиболее угрожающей жизнью и здоровью для участников движения, был и остается железнодорожный переезд. Роковые аварии на путях зачастую увлекут за собой в лучшем случае тяжелые травмы. Поезд – это не автомобиль. Есть определенный состав и локомотив, который весом от 5 до 9 тысяч тонн. И тормозной путь составляет от 500 до 800 метров. Поезд не может просто так остановиться. Причины таких аварий – неосторожность. Например, 18 января на переезде Язевка-Сибирская-Шипунова произошло столкновение поезда с автомобилем. Мужчина выехал на переезд в надежде успеть преодолеть ЖД-путь на скорости 77 км в час. В итоге двое погибших – водитель и пассажир. Они скончались на месте. Этот случай и еще четыре аналогичных ДТП, произошедшие за последние 8 месяцев, послужили поводом для проведения акции «Безопасность движения на железнодорожных переездах». Железная дорога – это зона повышенной опасности. И аварийные ситуации, которые возникают, причем возникающие в большинстве случаев по вине автомобилистов, наносят большой ущерб как железнодорожному транспорту, так и жизни и здоровью самих водителей и пассажиров. Подобные акции на железнодорожных переездах помимо столицы края прошли в Камни-на-Аби, Рубцовске, Кулунде и Тальменке. Инспекторы ДПС призывают водителей к бдительности и напоминают, что безрассудно поторопившись однажды, можно в один миг лишиться жизни. Евгения Князева, Николай Государкин. Новости. Сплошные смайлики и хэштеги школьница из Заринска Валерия Данилова провела необычный эксперимент и выяснила, как интернет-сленг влияет на устную речь и чем это грозит русскому языку, расскажет Анастасия Борисова. Десятиклассница Валерия Данилова пришла в школу без домашнего задания. Сегодня она выступит в роли учителя. На уроке русского языка Валерия дает шестиклассникам задание мечты. Писать с ошибками разрешается, да еще и на языке эмадзи. При этом вы можете употреблять любые выражения, любые фразы, которые вы используете в интернете, просто разговариваете в жизни. Это своеобразный научный эксперимент, который Валерия решила провести из любопытства. Он состоит из трех этапов. Сначала шестиклассники пишут короткое письмо друг другу в свободной форме. Затем переписываются на тему, как я провел выходные. И финальный этап – изложение. С ним, кстати, школьники справились на 100%, говорит куратор эксперимента. Не используя ни хэштеги, ни смайлики, и не использовали сокращенные слова иноязычную лексику. То есть они исправили задание полностью правильно, написали текст, вспомнили все правила орфографии, пунктуации. То есть при выполнении последнего задания интернет-общение никак не повлияло на их грамотность. Зато другую часть эксперимента шестиклассники провалили. В переписке друг с другом они не поскупились на интернет-сленг. В письменной речи преобладали хэштеги, смайлики, иноязычные слова. Такие результаты насторожили авторы исследования. Валерия Данилова уверяет – это угроза для русского языка. Это истощение богатства русского языка. То есть люди стараются сделать свою речь проще, быстрее. Это не всегда хорошо, я считаю. Это очень красиво, когда человек умеет высказать свою мысль. Это говорит о том, что человек интеллигентный, образованный. Подобный эксперимент десятиклассница уже проводила год назад, но уже с девятиклассниками. Говорит, чем младше подростки, тем меньше они контролируют свою письменную речь. Сама Валерия старается не использовать сокращения, хэштеги и смайлики в своей письменной речи. К этому обязывает будущая профессия – международный юрист. Поэтому основной упор Валерия Данилова решила сделать на углубленном изучении русского и английского, а не модного сегодня языка эмадзи. Анастасия Борисова, Александр Морозов. Новости. Перенесемся из Алинска в Барнаул, где местная кошка претендует на звание главного котика страны. На первом канале в одноименной передаче показали сюжет про алтайскую Люсю. Со звездой федерального канала встретилась и наша съемочная группа. Мы помогли ей, она нам отдает свое тепло и ласку, она благодарит нас. Да, она может претендовать на статус лучшего котика России. Это фрагмент программы «Главный котик страны». Проекта, где действующие лица – коты и кошки. Барнаульская Люся стала одной из героинь программы. Это замечательная кошка живет у нас в Барнауле в магазине. Привет, Люся. Привет. Встречай нас, провожай нас в свой магазин. Пойдем? Люся появилась в одном из зоомагазинов Барнаула случайно. Ее приютили продавцы два года назад. Животное, скорее всего, бросили хозяева. Люся была почти без шерсти, с отмороженными кончиками ушей и хвоста. Кошку откормили, и вот уже некогда бездомная и забытая, она теперь работница зоомагазина и звезда федерального телеканала. Она знает все новинки. Все новинки, какие мы получаем, она все пробует. Она с удовольствием потом, ну, как мы можем посмотреть проявление ее интереса, да, что она предпочтет. То есть уже можем поэтому посоветовать клиенту, что вот наша кошка вот это лучше кушает, а это хуже. Свой корм Люся отрабатывает сполна. Показывает, какие наряды будут лучше смотреться на вашем любимце, встречает покупателей, успокаивает продавцов. Люся любит, когда с ней играют и гладит ее. А еще кошка – дегустатор. Для нашего телеканала звезда согласилась показать, какой корм самый лучший. Люсечка, помоги нам продегустировать корм. В мисках несколько видов корма для кошек. Все разной ценовой категории. Люся, как и подобает настоящей звезде, предпочтение отдает самому лучшему из того, что ей предложили. Молодец, Люся. Самая дорогая выбрала корма. Станет ли Люся главным котиком страны, узнаем в конце года. Именно тогда на Первом канале подведут итоги конкурса. Но независимо от его результатов, Люся уже самая любимая кошка для сотрудников и посетителей Барнаульского зоомагазина. Олеся Рождецова, Анатолий Фукс. Новости. И в завершении выпуска о спорте. Юный атлет и чемпион. В конце сентября 12-летний Игорь Франкев одержал победу на первенстве мира по джиу-джитсу среди юношей до 15 лет в Черногории. На турнире он оказался сильнее соперников из Украины, Греции, Объединенных Арабских Эмиратов. А в финале победил соотечественника из Рязани. Наша съемочная группа побывала в гостях у чемпиона и узнала секрет успеха. Дорога к чемпионству у Игоря была тернистой. Четыре боя и все тяжелые. Каждому поединку нужно подходить к готовым психологически и технически. И бороться с полной выкладкой, отдавая все силы. Поэтому на вопрос, какой вкус у победы, Игорь отвечает по-особому. Такой горьковатый. Почему? Как считаешь? Потому что очень сложно. Там противники уже почти моего уровня получаются. Прямо как я, можно сказать. Очень умеют думать в борьбе. На тренировке Игорь первый в строю. Так положено по рангу. В 12 лет у него уже есть зеленый пояс. Сейчас по статусу выше только тренер. Интересно, что Игоря в единоборство привела мама. Поначалу ему затея не понравилась. Но с первыми победами пришел и интерес. Отец же, как ни странно, стал последователем сына. Вслед за Игорем теперь тоже изучает джиу-джитсу. Игорь занимается у нас 4 года, я занимаюсь 3 года. Мне хотелось просто войти в эту шкуру, что называется, и попробовать, как это, узнать все правила, все нюансы борьбы. И я скажу, очень хороший вид спорта. К стартам в Черногории Игорь вместе с тренером Романом Жигульским готовился в Красногорском районе. Занимались в основном физической подготовкой. А потом в Барнауле по 2 часа в день. Здесь и регби, и спарринги, и отработка приемов, бросков и захватов. Но на чемпионате мира этого было бы мало. Тренер Игоря рассказывает, важна правильная мотивация. Борись как ты можешь, борись как на тренировке. Это самое лучшее средство понимать, как будто на тренировке, и ты не будешь гореть. После победы на первенстве мира Игорь перешел в новый вес до 37 килограммов. А это значит, нужно начинать все заново. Однако характер у него чемпионский. Поэтому новые победы не за горами. Владислав Кириенко, Анатолий Фукс. Новости. На этом у меня все. Увидимся в 20.30.